Хочу сказать, что очень благодарен я Константину, тебе лично, за то, что ты всеми способами и неспособами какими-то своими умозаключениями нас выдернул из своих насиженных мест. Отлично, очень понравилось. Прекрасный организатор и консультант, не знаю. Путешествие отличное. А больше всего понравилось, когда мы были на этой стояночке, в которой в прошлый раз. У нас гора была очень высокая, напротив пещер. Вот я тогда сам заехал, а там плато, лесочек, никого народу. Вардио. Вокруг горы, да. То есть природа. Но ты приехал просто на день раньше, и поэтому у тебя была такая возможность туда сходить. Но ты же фотографии опубликуешь, да? Да, я делал. Там везде. Ну, понятно. Ну, у меня первый опыт, я доволен. Я бы так сказал, с детьми лучше всего выбирать этот вид путешествия, поскольку детям необходим отдых в какой-то момент, туалет, еда. И это только может дать тот вид отдыха, который мы сейчас в путешествии выбрали. Ну, а что? В обычном отеле еды разве нет? Ну, во-первых, это нужно время. Это мы очень такие щепетильные по поводу чистоты. И в любом месте не питаемся. Из опыта наших друзей, все, кто ездит на море, они приезжают оттуда с животами больными, с кишечными палочками. Поэтому как раз то, что нам нужно будет выбирать, свои постели, своя еда, дождя укрыться от холода, от ветра, такого не предоставит ни одна компания туристическая, чтобы внезапно где-то остановиться, отдохнуть, поесть. Все равно это нужно заранее планировать. Здесь можно двигаться без плана. Мы много путешествовали просто на машине, именно на минивене мы доезжали до Сицилии. И сравнение автомобильный и прицеп-дачи, ну, конечно, это несравнимо. Больше удобства, шире кровати, плита, душ, туалет, свет, вода, все под рукой. Номера всестандартные, если братьте на пайджи стандартный отдых, да, они всегда маленькие. Спасибо компании «Дом в дорогу» за всю помощь, за всю информацию, которая предоставлена была. Чтобы мы без проблем ехали туда, куда уже нужно ехать, а не туда, как бы, не занимались поиском потери времени, которое сейчас нынче очень дорого времени, и побывали в таких красивых местах. Он подобается птице, полету. Куда захотел, когда захотел, где сел, где остановился, все дела сделал и дальше полетел. Без автодома я сейчас уже не представляю. На седьмом десятке я почувствовал, что надо заниматься здоровьем для того, чтобы активнее и чаще путешествовать и возить с собой внучат, ребят, девчат. Для них это счастье. Путешествуешь в новой компании. Компания единомышленников. Компания людей, которых одно вот это увлечение, да, сплачивает. Это сразу люди, они, ну, как бы, как объяснить-то, не просто попутчики, да, а они вот именно единомышленники. Это во-первых. Это очень здорово, потому что находишь новых друзей. Вот. Это всегда вечерние посиделки. Это всегда какое-то приятное общение и в процессе пути, и по вечерам, вот, когда мы приезжаем на стоянки. А потом это здорово, когда ты едешь в компанию, а не один. Всегда есть кто-то, кто едет впереди, что-то интересное подмечает. Есть кто-то сзади, кто отстает. И все вместе помогаем друг другу. И как-то насыщенно событиями получается приключение, такое путешествие, которое не скучное, никогда не скучное. Здесь совершенно другое. То есть ощущение, что у нас не одно путешествие, а их несколько. Потому что воспоминания совершенно разные. Как бы это странно ни звучало, начинаешь уставать от красоты. То есть сначала ты едешь с попыткой, что надо остановиться на каждых полутора километрах, потому что невероятные виды. Потом у тебя ощущение, что ты упускаешь всю красоту, потому что ты мимо ее проезжаешь. Ну, понятно, если ты начнешь останавливаться, ты не доедешь до следующей точки. Для того, чтобы почувствовать на сто процентов, нужно как минимум два-три дня задерживаться в каждом месте. И это как раз такой задел. Мы уже понимаем, где нам больше всего понравилось. И в следующий раз будем планировать именно с возможностью задержаться подольше. Конечно, это потрясающая рыбалка. Людям, которые не сильно в теме и первый раз к этому прикоснулись. Вылавливать 5-10 килограммовых рыбин, тащить их кто кого. Это, конечно, добавляет азарта и такого задора. И, в принципе, какие-то охотничьи инстинкты человеческие пробуждают. А так, конечно, самое главное – это компания. Потому что, когда ты все это делаешь в компании, как сказала Катя, единомышленников, людей, у которых схожие интересы и схожие взгляды, это, конечно, приятнее в 10-ти крат. Поэтому всем очень рекомендую. В целом, проехал, да, достаточно легко. Там больше было каких-то предыдущих неуверенностей и страхов. Ну что, друзья, наша мечта, она осуществилась. Но это все равно поездка произошла в наше ожидание. Мы ее ждали. Мы к ней готовились. Мы читали, что здесь потрясающая природа. И снега, и шикарные водопады. И, понимаете, такое обилие природы шикарной. Я, например, мы делимся с Юрой впечатлениями. Я даже не могу вспомнить, чтобы такая плотность была впечатлений за каждым поворотом, за каждой горой, за каждым туннелем. Не знаешь, что ждать. Это реально так. Можно остановиться согласно своему бюджету. Но эта красота и природа потрясающие, это стоит его посещения. Спасибо всем, мы ехали в компанию и рядом с компанией, что такая поездка была организована. И я еще раз хочу призвать, кто любит природу и путешествовать, вы будете восхищены. Мы ехали, наслаждаясь всеми прекрасными видами. Все время останавливались, потому что каждый раз было что-то новое. Это вот снег, который лежал со всех сторон. Озера с чистой голубой водой. Мне очень понравилось. Я, честно говоря, не хочу отсюда уезжать. Но, к сожалению, все рано или поздно кончается. Только все хорошо придумано, что даже самая страшная дорога с прицепом с длинным проходится на развлаках. Кстати, пара прицеп длинный. Давайте покажем, какой у Феликса огромный прицеп. Это хобби премиум 660. Вот он. Да, да. Посмотрите, пожалуйста. Слушай, а прицеп тебе вообще, ты первый раз на нем. О, ребятки, слушайте, я так благодарен Довдорогу и лично Константину, потому что я не купил прицеп. Он такой хороший оказался. В нем все есть. Посмотрите. Биотуалет, холодильник там. Ну, еще ряд опций представлено. Мне все понравилось. Мне очень комфортно. Удобно, приятно. Прекрасно все. Меня все устраивает. Я фактически дома. Правда, я не вижу. Комфортно спать, комфортно готовить пищу, комфортно находиться. То есть, где бы ты ни находилась, ты у себя дома, да? Да, да. В общем, через время. А вы путешествовали без каравана, просто на машине? Просто на машине, да. Путешествовали. Мы объехали всю Европу, останавливаясь в разных каких-то придорожных мотелях. Ну, вот если сравнить путешествия с караваном и без каравана, да? Да, с караваном, безусловно, удобнее, лучше. То есть, плюсов, конечно, огромное количество. Я могу сказать, например, мы путешествуем сейчас с маленьким ребенком. И это очень удобно, потому что в любой момент мы можем остановиться и отдохнуть, приготовить еду. То есть, это очень удобно. То есть, особенно с маленькими детьми гораздо. То есть, не таскаете чемоданы в отель, да? Конечно. То есть, не сдаете этот чек-аут, а потом думаете, а что мы там забыли в этом отеле, там, да? Да, и главное, вот мы сегодня, например, ехали очень долго. И по пути, ну, нет ни отеля, ничего, только Макдональдс. Ну, мы можем остановиться на любой стоянке. У нас есть холодильник, в котором все есть. У нас есть туалет, душ, там, вода, да, горячая, холодная, любая. И мы, в общем-то, ничем здесь не стеснены. То есть, мы всем пользуемся. Это очень удобно, очень прекрасно. А вот мы сейчас на свежем воздухе, на природе, да? И вот на меня что-то капнуло, дождичек какой-то, да? Вдруг пойдет, а мы у нас тут шашлык, вот под открытым небом, вот все. Как выйти из ситуации, если дождь пойдет? Ну, как, во-первых, у нас же есть прекрасный тент. Правда, мы его еще не обладали. Маркиза, которую мы еще не выдвигали. То есть, если пойдет дождь, мы за секунду выдвинем маркизу, и также будем на свежем воздухе, вокруг будет литься вода, мы будем кайфовать, да, подождем. Да, именно так, именно так. Ну, понятно, ну, спасибо тебе большое, спасибо. Приятных путешествий. Спасибо. Вот Света к нам прилетела из Америки, то есть она путешествует на автодоме. Честно говоря, это я их уговорил, чтобы они взяли на автодоме путешествия и проехали по Европе. Вот Света проехала уже сколько километров? Где-то две тысячи. Две тысячи на автодоме? Да. Две тысячи на автодоме. Свет, как впечатление? Удобство есть, что можно ехать, все, и не надо останавливаться, потому что у тебя есть душ, туалет и кухня. Ты почувствовал, что ты на спортивной машине? Я почувствовал, что ты на спортивной машине, я когда набираю скорость. Славик, а можно я у твоего сына спрошу? Сэм. Сэм, ты можешь рассказать? Ну, на английском хотя бы. Ну, мне нравится, как... Даже по-русски, супер, так. Ну, как нам не надо туда, в этот отель? Говори по-русски, говори по-русски. По-русски, говори. Не, 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 нормально, нормально. Как хотел туда, надо идти туда и туда. То есть, все в одном месте, очень удобно, да? Не нужно отель искать, да? Он сразу может крикнуть, мама, дай трусы, мама, дай трусы. Да, и вы там все вместе, да? То есть, а кровать ты какую предпочитаешь, заднюю или переднюю? А, заднюю. Задняя лучше, да? То есть, тебе нравится лучше, чем в отеле жить? Да. Саша, привет! Как вы? Слушай, отлично. Мое это, да? Ты не на ожидании. Расскажи, как отдыхается. Отлично. А вот с автодомом вообще расскажи, потому что многие очень сильно, у которых нет автодома, они очень хотят пообщаться с теми, у кого автодом есть. Вот. И у них нет такой возможности. А вот расскажи свою жизнь до автодома и после автодома. Ну, раньше я ездил, в принципе, только лишь по отелям, где привязан строго по графику. Что заказал, столько дней, будь есть погода, нет погоды, сиди. Я вот ездил в Голубицкую, постоял, пришел в Шторм, я поехал в Анапу. Спасибо за то, что пригласили, за организацию. Конечно, без вас мы бы не рискнули на этот маршрут, поскольку мы в первый раз путешествуем так. Спасибо. Ну, во-первых, давай скажем следующее, что караванер себе праздник устраивает сам. Это не зависит ни от тяжелой сложности дорожных каких-то условий, ни от погодных условий на месте отдыха. Это... здесь не выберешь. Мы должны простраиваться под все. И это у нас получается. Вот это вот, это главное. Это первое. Второе, я уже с Домом в дорогу второй раз коллективно выезжаю. И как бы там на форумах не кричали, если будет у меня такая возможность, я с тобой буду ездить всегда. Спасибо большое. Почему? Потому что та заморочка, которая связана с организацией, с поездкой, маршрутом, отдыхом, когда едет коллективно в группу, эта работа не видна. Но она важна, сложна сама по себе. И если где-то что-то обрывается, то не у нас же голова болит, а у тебя. Вот. И мы это понимаем. И все это ценят. Вот, достаточно с тобой съездить один раз, присмотреться, то и сделают правильный вывод. Это интересно. Это интересно. Что касается моего участия в этом деле. Но я без путешествий не могу. Я счастлив. Мне не так много. Я большую часть жизни уже прожил. И я ничего не видел. Только была нервотрепка, тяжелая работа. Но способствовала удача, поддержка семьи, хороших компаньонов. Ты молодой человек живет в путешествии. С тех путешествий он живет. А ты еще, плюс ко всему, еще и молодой. Да. Но точка невозврата уже прошла. Потому что один великий человек сказал при смерти, что обидно, что я мало в жизни путешествовал и недостаточно было секса. Но это человек в итоге подводил в своей прожитой жизни. Ну, а у нас, если говорить про семейные дела. В семье вот я уехал. Одних внучат я привез. Вторые сидят, ждут, пока дед приедет и заберет вторых. Тоже сувозит. Потом вся семья следит по информации о караванинге, о путешествии, как зрители, которые ты открыл. То мы сливаем, если есть возможность интернета, связи. Все интересуются, как. Все говорят, ох, да вот, вот вот оно. А видов здесь сколько. Я хочу сказать, что Володя уникальный человек. Он купил огромный большой автодом для того, чтобы... Вот вдвоем, вот в его возрасте, когда уже внуков, детей отправил там в жизненный путь, да, достаточно маленького автодома и вдвоем с женой кладом. А Володя купил огромный, вот прошу, Маш, покажи. Володя купил огромный, чтобы путешествовать со своими внуками. И он так и делает. Двое прекрасных внучат все время с ним в поездке. Вот поэтому он молодой и путешествует вместе с молодыми и показывает молодым мир, вот цены таким людям, как он, нет. Да, Володь, вот ты, спасибо тебе от всего караванинга за это, молодец. Спасибо тебе. Мне нравится то, что мы останавливаемся на природе, то есть мы все время дышим чистым воздухом. Ну, то, что мы ездим, у нас все время с собой, то есть никуда специально ходить за чем-то не надо. Ну, вот так, да, компания есть. Вот у нас есть домик с собой, мы вытащим, едем вместе с ним, и пока все нравится. Ну, молодец. Давай, счастливого вам путешествия, чтобы было все так же интересно. Спасибо. Я многое рассчитывал и планировал увидеть, но то, что я увидел, я офигел. Зашли ожидания, так сказать. Я побывал в таких местах, о которых я даже не мечтал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!